Моя малая родина – город Сморгонь, Гродненская область. Это место мне близко, самые теплые воспоминания, потому что там живет моя мама, там живут мои родственники. Там прошло мое детство, школьные годы. Там я приобрел свою мечту и полюбил небо. Постоянно летали самолеты, и я всегда смотрел, любовался и мечтал. И думал, что это очень далекая мечта, которая тяжело достижима. Но так получилось, что она стала явью, реальностью. Профессия начинается с мечты, призвания, с реальных результатов. В 1988 году я уехал в Балашов, где поступил в высшее военно-авиационное училище летчиков. Я был на седьмом небе от счастья, когда был зачислен в училище, потому что я поступил в единственный вуз огромной страны, который готовил летчиков военно-транспортной авиации. Открывались большие перспективы, горизонты, широкая география полета. Четыре года учебы прилетели очень быстро. Любил учиться, мне очень нравилось. Со второго курса мы начали летать. Первый мой самолет – Л-410. Второй самолет, который я освоил и самостоятельно вылетел в стенах училища – это самолет Ан-24. Я помню свой первый полет, когда летчик-инструктор после контрольного полета спросил, готов ли я выполнить самостоятельный полет. Я уверенно сказал «да» и выполнил первый полет. Когда я выходил из самолета, я понял, что жизнь состоялась. Бессонная ночь. Долго не мог уснуть от тех эмоций, которые переполняли, потому что чувствовал, что все мечты детские сбылись. Я начал самостоятельно летать на самолете. Мысли материальны, поэтому все, о чем мы думаем, говорим, мечтаем, оно однозначно забывает. Очень хорошо помню свою первую встречу с нашим знаменитым летчиком-космонавтом, генерал-лейтенантом. В 1992 году он был еще генерал-лейтенант. Коваленок Владимир Васильевич, дважды Герой Советского Союза. Он присутствовал на торжественной церемонии вручения дипломов. И также мне вручил диплом. Коваленок Владимир Васильевич сыграл огромную роль не только вручением диплома, но и в том, что наш выпуск в 1992 году был под большим вопросом. И вот он участвовал в принятии решения по выпуску нашего выпуска именно в войска. Не со свободным дипломом, а чтобы у нас было распределение. И мы потом через долгие годы уже встречались, когда я стал командиром авиационной базы, когда мы открывали Алию Героев. Вот приезжали наши три знаменитых летчика-космонавтов, Коваленок, Климук, Новицкий. И когда мы встречались, мы вспоминали вместе, как он был в 1992 году на выпуске. Я благодарил его за то, что он тогда принял участие в моей жизни. Прошло не так много времени. Я уже в должности командующего военно-воздушных сил, искать противовоздушную оборону, вручал дипломы нашим молодым выпускникам, летчикам нашей Военной Академии Республики Беларусь. У нас очень хорошая школа. Подготовки, которую мы сохранили и создали в нашей Беларуси, это подготовка как летных кадров военно-воздушных сил, так и специалистов противовоздушной обороны. Основные вузы – это Академия Авиации. Наш главный вуз – это Военная Академия Республики Беларусь. Ну и военные факультеты, которые, несомненно, готовят профессионалов с большой буквы. Ну и мы воспитываем патриотов, которые готовы выполнить любую поставленную задачу, имея глубокое чувство ответственности и справедливости. Я очень часто встречаюсь с абитуриентами, с курсантами, с выпускниками, и вижу глаза, которые горят у летчиков. То есть я знаю, что я точно таким же был, когда поступал в высшее учебное заведение, когда выпускался, поэтому у нас большое будущее. Пестиж, конечно, военной профессии сейчас значительно вырос, он очень высок, но и наши дети, они делают не то, что мы им говорим, наши дети делают то, что мы сами делаем. И поэтому у меня, конечно, переполняет чувство радости и гордости, то, что мой старший сын тоже пошел по моим стопам и стал летчиком. Летчиком гражданской авиации, он тоже летает на большом самолете. Мы готовим достойную смену. Надо прививать любовь к детям с детского возраста, любовь к близким, к родителям, к малой родине, к отечеству, к истории, к традициям, уважение к старшим. Потому что без любви, без любви к родине мы не сможем воспитать тех людей, которые будут себя посвящать развитию и просветанию нашей страны. Патриотизм – это деятельная любовь. То есть мы очень много делаем. В наших воинских частях, авиационных воинских частях открыли аллеи героев, памятники аэродромам, высаживаем сады, часовни открываем. Это те места знаковые, которые потом посещают наши дети, когда бывают в наших воинских частях. Мы открываем военно-патриотические клубы. В военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны на сегодняшний день открыто 28 патриотических клубов. А первый клуб военно-патриотический в вооруженных силах, хочу подчеркнуть, мы открыли в Мочурище. Совместно с администрацией школы, Мочурищанской средней школы, клуб «Сокол». И вот на сегодняшний день он насчитывает более 180 учеников. Открыли самолет в Музее воинской славы. Это настоящий самолет, который был в Афганистане, который был выведен из Афганистана в 89-м году, ретранслятор. И он сейчас действующий с позиции. Когда к нам приходят дети, они почти сейчас заходят внутрь, в кабине, полностью приборная доска восстановлена, штурвал двигается, поэтому, когда ребенок садится, он чувствует себя пилотом. Память о нашем героическом прошлом – это часть нашей национальной идеи. Я в этом уверен, и поэтому мы очень много в этом направлении работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Настоящий офицер, он не для себя, для других. Истинный защитник Отечества, он готов рисковать своей жизнью ради ближнего. И у нас есть живые примеры. Это наши герои Беларуси. Первый герой Беларуси – Владимир Карват. Два героя Беларуси, которые посмертно – Андрей Нечепорчик и Никита Куканенко – они также пожертвовали собой ради жизни близких, родных, ради жизни на земле. Мы с детства выросли на красивых фильмах. Мои любимые фильмы – «Офицеры», «В бой идут одни старики». Я пересматриваю с интересами, с любовью эти фильмы, потому что, наверное, они и воспитывают чувство патриотизма. Именно такие фильмы. И те герои, которые играли в этих фильмах, для нас они были реальными людьми, реальными людьми из прошлого, настоящими летчиками. Поэтому мы ими гордились, гордимся. И берем с них пример. Наши деды защищали нашу страну. Наши деды и праги воевали в Великую Отечественную войну. Теперь она стала наша очередь. Вот теперь мы стоим на страже мирного неба над нашей страной. Мы сейчас с вами находимся на центральном командном пункте военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Непростая военно-политическая обстановка, которая связана со многими факторами. Это давление в информационном поле, которое сейчас оказывается на нашу страну. Также накачивают Украину оружием и пытаются разведать гражданскую войну в нашей стране руками белой оппозиции. Я скажу, что сейчас, в настоящее время, огромное военное присутствие Соединенных Штатов Америки и НАТО в Польше и в странах Балтии. Буквально с конца января Северо-Солочинский Альянс начал очередные самые крупные учения в периодах Холодной войны. Стэдфаст Дефендер 2024. Стойкий защитник, где будут участвовать до 90 тысяч военнослужащих. Мы сейчас это чувствуем и фиксируем. Ежедневно до 15 вылетов увеличилось полетов разведывательной авиации. От беспилотной до стратегических разведчиков, в том числе самолетов дальнего радиоакционного обнаружения управления АВАКС Е7, Е3А. Также мы фиксируем значительный рост полетов боевой авиации. Больше 30 полетов ежедневно. И все это происходит возле наших границ. Поэтому наша главная задача – это охрана государственной границы в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве. Мы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю несем боевое дежурство. Имеем современное вооружение, военно-специальную технику. И этому вопросу глава государства уделяет очень пристальное внимание. Для повышения наших боевых возможностей в прошлом году на боевое дежурство заступили зенитно-ракетная система С-400. Дополнительно заступили батареи ТОР-М2. Также маловысотно-радиоакционный комплекс РСА-РБ и радиоакционная станция «Противник». Также вертолеты Ми-35. Мы значительно нарастили радиоакционное поле на малых и предельно малых высотах. Вышли подвижные радиоакционные группы и отдельные радиоакционные станции «Восток» в качестве кочующих. Что нам позволило, вот я вам одну цифру приведу. В прошлом году дежурные силы фартехнических войск обнаружили и сопроводили больше 150 тысяч воздушных судов. Мы зафиксировали 5 нарушений государственной границы. 4 со стороны Польши, 1 нарушение со стороны Литвы. Мы подняли более 450 раз наши дежурные экипажи, в том числе и в особых слоях боевого дежурства. Также много мероприятий выполняем по плану подготовки нашего вида вооруженных сил. Самое значимое из них – это учения с участием стран-участниц Организации договора коллективной безопасности «Боевого братства-2023». Очень много угроз. И только если мы будем вместе, если все объединимся вокруг нашего главы государства и будем поддерживать политику нашего государства, мы сможем сохранить нашу страну и обеспечить мирное небо в нашей стране. Пестиж, конечно, военной профессии сейчас значительно вырос, очень высокий. Наступивший 2024 год глава государства, наш президент объявил годом качества. Это накладывает определенную дополнительную ответственность на каждого военнослужащего, не только нашего вида вооруженных сил, потому что надо обеспечить сохранность мира в нашей стране, именно качественно выполняя свои служебные обязанности. Офицер – это не за себя. Офицер – дела, мысли, поступки всегда за других. Истинный, настоящий защитник Отечества. Он без колебаний готов пожертвовать своей жизнью, рискнуть своей жизнью ради ближнего. Такие вот защитники Отечества. Наши звезды на погонах не ради славы. Наши звезды ради солнца, которое будет светить нашим детям.